иногда купишь что-нибудь на распродаже за копейки а потом не знаешь куда это деть кому подарить а может просто выкинуть смотрите принципе вещь такая неплохая стильное стекло купил буквально за 150 рублей жалко здесь мерной шкалы нету а так бы цены не было этому кувшинчику а вот эта штучка смотрите похож на бункер для джин корзин давайте-ка померяем вдруг он сюда подойдет так подогнем усики смотрите-ка вошел а если сверху поставить колонну по-моему идеально все привет у вас брать самогонщики вы на канале самогон от че гевары и как видите легким движением руки тарелчатая колонна от дом спирт 2 превращается в джин корзину и сегодня мы с вами будем готовить какую-нибудь ароматную водочку как насчет хлебной видите на тарелках зеленый окисл с ним конечно же эксплуатировать колонну недопустимо как быстро почистить колонну не разбирая ее я вам сейчас покажу для начала на нижнюю часть колонны ставим заглушку готово переворачиваем дальше кипятим в чайнике воду и засыпаем лимонную кислоту в этой пачке у меня 80 грамм засыпаю в чайник примерно половину пачки этого вполне хватит а дальше заливаем этот раствор колонну видите тарелочки сразу же начинают очищаться на мою шестиэтажную колонну у меня ушло около полутора литров раствора лимонной кислоты пока медь восстанавливается я займусь подготовкой оборудования нужно будет хорошенечко промыть вот эту голову и также подготовить куб я помыл хорошенечко куб поставил туда тентен 6 киловатт налил в куб 10 литров воды так чтобы тен скрылся под водой и теперь я заливаю вот сюда в куб 1 литр рекрификата вот так вот у меня восстановились тарелочки стали такие чистые без всякой зелени колонну я установил на куб и сейчас нужно вот сюда внутрь устанавливать бункер но в бункер нужно предварительно конечно засыпать какую-то засыпку обычно когда готовят хлебную водку таким образом на джин корзине то высушивают сухарики какого-то ароматного хлеба типа бородинского демидовского или какой-нибудь другого но я пойду немножечко другим путем я буду использовать для этой цели перловку для начала ее нужно хорошенечко обжарить обжаривать я буду на сухой сковородке никаких тут хитрости нету высыпаем на сковородку перловку и просто помешиваем ее не не допускайте чтобы она у вас подгорела иначе естественно этот подгорелый вкус весь у вас перейдет ваш продукт она должна хорошенечко хорошенечко зажарится стать такого темно-темно золотистого цвета ну как я ее поджарю вам покажу что она и себя должна будет представлять смотрите какой красивый цвет у меня получился секрет этого цвета прост не вздумайте ни на секунду отходить от сковородки постоянно перемешивайте перемешивайте только отвлекетесь сразу же перловка у вас сгорит и так сейчас перловку загружаем в бункер посмотрите есть у меня вот такие вот штучки такие небольшие кругляшки я нарезал их из рпн ки для чего смотрите мы будем делать так небольшое количество перловки засыпаю потом вставляю вот этот пыш опять засыпаю небольшое количество перловки вставляю сюда вот такой пыш и таким образом вот это вот перловка она будет разделена вот этими пыжами что позволит пару между ней хорошо циркулировать то есть в процессе пропаривания она у вас не слипнется и не слежится я засыпаю буквально пару ложечек и потом вставляю пыш вот так опять пару ложечек и пыш все готово сверху закрываю крышечку у кого-то в голове уже созрела шальная мысль к чему вот эти вот все бункеры можно поступить проще взять засыпку и просто насыпать ее на тарелке не вздумайте ни в коем случае так делать засыпка в процессе всегда разбухает закупорит отверстие создастся избыточное давление и вот если этот клапан не сработает то вы устроите взрыв самогонного аппарата также я вам не рекомендую делать следующее некоторые блогеры говорят возьмите просто мешочек для пиваренного хмеля поместите туда засыпку уже мешочек можно поместить куда-то в царгу или допустим вот сюда на тарелочке точно также не вздумайте это делать мешочек разбухнет его может поднять паром он может закупорить вот это отверстие и опять-таки взрыв самогонного аппарата единственное какой вариант здесь можно сделать здесь можно взять рпн-ку сделать из нее вот такой бункер ну то есть вы отстригаете нужное количество это рпн с одной стороны ее можно медной проволокой зашить ну и получится вот такой бункер то есть туда засыпаете и вставляете то есть рпн-ка она жесткая она у вас не разбухнет и проход пара всегда будет так ну а мы двигаемся дальше помещаю сюда бункер и сейчас буду собирать оборудование дальше заправляю бункер вот сюда в чашечку здесь есть такие усинки в принципе наверное можно их отломить но я не стану это делать видите все хорошо заходит так устанавливаю хомут и затягиваю в комментариях меня иногда спрашивают че гевара а зачем тебе столько самогона ну явно ты им барыжишь самогон конечно я не пью в чистом виде я из него делаю разные вкусняшки например настойки давайте покажу вам что это за настойки в своем недавнем ролике я показывал как готовлю самбуку макадамию опироль кампари сальсу а еще в ближайшее время я планирую сделать куантро блю киросао абсент ликер мятный ну и конечно же хреновуху как без нее все эти готовые наборы настоек от алтайского винокура если вы заказываете настойки у алтайского винокура на сумму 1950 рублей то доставка бесплатная а еще алтайского винокура акция банный набор в подарок ну а также масса других товаров разных настоек ручной фасовки ссылка на все товары будет в описании чтобы было удобно работать поставил аппарат на стол подключил воду вот воды в доохладитель на входе поставил игольчатый кран вода движется вверх по доохладителю из доохладителя переходит спираль димрота по спирали димрота поднимается вверх и уже по прямой трубке отводится в канализацию сейчас включаю куб на разогрев а потом после того как куб разогреется я перейду на пониженную мощность примерно на 500 800 ватт для чего это нужно я вам покажу чуть чуть позже включил сейчас 6 киловатт тэн на разогреве вот по этому термометру буду ориентироваться на то чтобы вовремя перейти примерно как я уже сказал 500 800 ватт 75 градусов верхней части колонны я перешел работать уже на 800 ватт и вот для чего да я отбираю головы хотя многие спросят а зачем ты же развел ректификат из которого были уже отобраны все головы дело в том что при нагревании всегда образуются головы и всегда нужно их в небольшом количестве отобрать ну видите я вот такой вот быстрой-быстрой каплей отбираю сколько я отберу буквально 50 70 миллилитров ну вот где-то третью часть стакана после чего я буду отбирать тело вот эти так называемые головы я добавлю следующий перегон спирта сырца головами они конечно не пахнут но вот во вкусе они могут давать незначительную жесткость поэтому лучше всегда отобрать небольшое количество тем более как я сказал в канализацию мы их не выливаем все идет в перегон и так настроил вот такую тоненькую струйку 1 и 2 киловатта подается казалось бы почему не включить 6 киловатт и не отобрать все буквально за 15 минут но я так делать не буду я буду этот процесс специально делать медленно чтобы пары все таки насытились вот этой жареной перловкой если в запахе что-то от хлебного да есть и такой довольно таки приятный этот запах планирую отбирать до 40 процентов в емкости как обычно поступают с мацератами чтобы это уже был готовый продукт его не нужно будет разбавлять водой ему не нужно будет отдыхать вот буквально выгнали и можете уже сразу же дегустировать пока идет отбор давайте вам несколько слов про джин корзину скажу в идеале самогонщику конечно же нужно иметь отдельную джин корзину это очень удобно вот эта корзина у меня на основе 3 дюймовой трубы выходы под кламп 2 сверху вот такая крышечка на клампе не берите на резьбе потому что на горячую вы резьбу раскрутить не сможете ну то есть сможете но она очень трудно на горячую раскручивается поэтому вот здесь от резьбы нужно отказаться хорошо если и дно джин корзины на клампе может отстегиваться должен быть обязательно сливной кран джин корзину нужно обязательно утеплить ведь я сделал такое самостоятельное утепление вот такой двухслойный фольгерованный утеплитель один блестящий слой туда корзине 2 наружу возьмите обязательно два бункера для чего это нужно вот смотрите сейчас я сделал одну засыпку залил сюда буквально 10 литров и сейчас готовлю одну ароматную водку вообще опытные самогонщики статьи с такими делами не заморачиваются то есть если они уж взялись за ароматизацию то делают естественно 5 а то и 10 разных засыпок куб наливают по полной программе и вот когда у вас одна какая-то ароматная водочка готовится у вас стоит одна один этот бункер до второй уже готов вы допустим отобрали один литр меняете бункер из этого использования засыпочку высыпаете заполняете вторая готовится третье у вас уже на подходе так реально очень удобно и то есть не нужно вам будет вот допустим как мне перезаряжать там куб по 5-10 раз я опять таки это все показываю просто вам ради эксперимента для тех самогонщиков кто еще допустим на джин корзине не работал и хочет попробовать вот такой способ ароматизации может быть реально он вам понравится и зайдет и тогда вот вы уже рассмотрите вот такой вариант с отдельной джин корзиной и двумя бункерами отбор тела у меня закончен давайте покажу вам результаты и так получилось у меня полтора литра готового продукта спиртуозностью 41 процент отбор я еще не прекратил видите отбор у меня идет после того как я отобрал тело я замерил спиртуозность струе и она как видите составила 20 процентов поэтому я сейчас буду отбирать до ноля в струе ну и естественно это у меня пойдет на следующий перегон добавлю в спирт сырец как любят говорить диванные самогонщики чист как слеза ангела запахи есть вот это хлебная нотка что ж настало время продегустировать довольно таки мягко и такое хорошее нежное послевкусие я рекомендую вам поэкспериментировать с засыпкой как я говорил в начале видео можно сделать по такому классическому варианту с обжаренной перловочкой кстати туда можно добавить и какие-то специи допустим душистый перец горошком кардамон или еще что-то но со специями не нужно перебарщивать иначе они вот этот хлебный вкус хлебный запах могут перебивать ну а также вы можете прям вот с каким-то готовым хлебом поэкспериментировать лучше какой-то взять такой ароматный хлеб хорошенечко его в духовке просушить но не естественно не спалить а то во вкусе будет вот неприятная гарь и попробовать с разными засыпками уверен вам кому-то это обязательно зайдет а пока братья самогонщики на этом все как всегда ни головки не хвостов чтобы не был над всеми всем бобра и пока